Привет, друзья! С вами канал Учимся отдыхать вместе. Сегодня новости из России. Стала известна дата возобновления международного сообщения. Известны три страны, куда первыми полетят российские туристы. Как сообщила в пятницу 24 июля вице-премьер правительства Российской Федерации и оперативного штаба Татьяна Голикова, с 1 августа авиасообщение возобновится только с тремя странами. Это Турция, Великобритания и Танзания. Пока три страны, Турция, Великобритания и Танзания открывают свои границы. По Турции с 1 августа восстанавливаются полеты в Анкару и Стамбул. С 10 августа в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. Пока рейсы будут осуществляться из трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. Потом географию вылетов расширят. При этом пока ничего не сказали про статус разрешенной перевозки. Допустят ли с 10 августа до полетов на курорты Турции чартерные авиакомпании или допуски получат только регулярные рейсы. Туроператоры утверждают, что даже если разрешение будет дано только для регулярных рейсов, это не станет проблемой, так как у многих авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, есть допуски и на регулярные рейсы. Пока открыты всего три страны. При этом, согласно информации главы Минтранса Евгения Дитриха, в процессе переговоров по взаимному открытию границ и возобновлению авиасообщения на данный момент находится еще 30 стран. Пока Россия открывает границы с тремя странами, мы действуем весьма аккуратно, чтобы восстановление не привело к завозным случаям коронавируса, отметила вице-премьер Татьяна Голикова в своем выступлении. Работа по расширению направлений, для которых Россия откроет границы, продолжается. На сегодня по России у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями, а оставайтесь с нами, впереди еще много всего нового и интересного.